Доброе утро! Нашу сегодняшнюю рубрику мы хотим посетить новому вопросу. Касается он транспортных средств сотрудников полиции, которые сегодня ездят по дорогам нашей страны с включенными проблесковыми маячками, но без звукового сопровождения. Что необходимо делать в данной ситуации, Виктор? Хочу услышать ваш ответ. Денис, давайте мы начнем изначально. Во-первых, в 2013 году были изменения дополнения касаемо транспортных средств при этом режиме движения. Оборудование не только их, но и других транспортных средств световой и звуковой сигнализации. Световая и звуковая сигнализация сейчас, во-первых, о световой сигнализации. Начнем по цветовой гамме. Значит, оранжевый. Синие и красно-синие. Это три категории. Давайте по порядку. Давайте начнем с оранжевого. В оранжевую категорию входит это высшегрузные транспортные средства, транспортные средства, переводящие крупногабаритные грузы. и, конечно же, транспортные средства, выполняющие какие-то технологические работы. Да, Денис, и, кстати, эти категории транспортных средств преимуществом не пользуются. Они просто информируют нас, предупреждают водителя о том, что движется данная категория транспортных средств или выполняют какие-то технологические работы вблизи или вдоль проезжей части, что каким-то образом создает неудобство для движения основного потока. Просто чтобы привлекать внимание, чтобы водители были более внимательны на дороге. Совершенно верно. Ну, еще раз я повторюсь, у него только световая сигнализация, звуковая сигнализация. Эти транспортные средства не оборудовали. Перейдем в другую категорию. Это транспортные средства, оборудованные синим маячками проблесковыми. Это скорая помощь, пожарные службы, кондиционные учреждения и много других служб, которые выполняются и служебные. Да, министерства определенные. Министерство, в этом случае, при наличии транспортного средства, включенный проблесковым маячком синего цвета и звуковой сигнал, звуковым сигналом, тогда в этом случае это транспортное средство уже находится в приоритете. Значит, что значит приоритет? Они пользуются преимуществом, они имеют право отступать от ряда требований правил, они четко прописаны правилами, значит, имеют преимущество. И как мы должны поступить как водители? Если мы движемся и мы видим, что в нашем попутном направлении движется данное транспортное средство, мы обязаны уступить ему дорогу, а уступить ту полосу, по которой она движется, вплоть до остановки. Это мы должны в обязательном порядке выполнить. На перекрестке подъезжает данное транспортное средство, если оно подъезжает, водитель этого транспортного средства должен убедиться в том, что ему не создают помехи, его все видят, ему уступают дорогу, и только после этого он имеет право продолжить движение, потому что именно на перекрестках случаются какие-то конфликтные ситуации. Ну, наверное, зачастую водитель просто не видит этого. Сигнала и, может быть, даже не вовремя уступают дорогу. Ну, в принципе, поэтому и световой сигнал сопровождается звуковым сигналом, для того, чтобы привлечь внимание других водителей. Ну, вот что касается звукового сигнала, перейдем к нашему основному вопросу. Это сотрудники полиции, которые сегодня передвигаются на своих транспортных средствах с включенными проблесковыми маячками, но в то же самое время звуковой сигнал отсутствует. И водители, многие не понимают, что в данной ситуации необходимо делать, уступать им дорогу, либо не уступать и двигаться по своей полосе. Совершенно верно. Денис, много вопросов. И, кстати, вы правильно подчеркнули, что не включен звуковой сигнал. И вот сотрудники дорожной полиции, именно только это ведомство, только Министерство внутренних дел имеет право сейчас оборудовать свои транспортные средства проблесковыми маячками синего и красного, или только красного. Потому что данная категория уже транспортных средств при движении по проезжей части, по улицам, они имеют дополнительные преимущества. А какие? Ну, давайте остановимся, когда не включены. Значит, для чего это было сделано? Не включена звуковая сигнализация. Не включена. Значит, это новое введение, новое положение внутренних документов, которые прошло. Значит, все транспортные средства обязаны включать проблесковые маячки. Если он не находится сейчас при выполнении определенных оперативных задач, оно просто движется для привлечения внимания других участников движения, для того, чтобы прежде всего выделить данное транспортного средства из общего потока. Во-вторых, это, кстати, приводит нас немножко дисциплинировать, правильно? И как было прописано, для того, чтобы в случае необходимости мы в любой момент могли из общего потока опять найти данное транспортное средство, чтобы обратиться с какой-то просьбой или за помощью к данным сотрудникам. Но если транспортное средство уже переходит в категорию приоритета движения, оно обязано включить не только проблесковые маячки соответствующие, красный и синий, или просто красный, а также звуковую сигнализацию. В этом случае транспортное средство уже находится в приоритете движения, и водители других транспортных средств обязаны уже, независимо от направления, что сделать? Не только освободить, а остановиться у края проезжей части. Единственное исключение составляет тот транспорт, который движется во встречном направлении при наличии разделительной полосы. Вот в этом случае те, пожалуйста, не останавливаются, а мы останавливаемся. А вернувшись, Денис, хотелось бы напомнить нашим водителям, что сейчас не включение звуковой сигнализации, если не включен, то просто автомобиль движется, привлекает внимание свое, но он не в приоритете. Пожалуйста, мы движемся спокойно, продолжаем движение без каких-либо перестроений. Ну, будем надеяться, что за это короткое время нам удалось ответить на ваши вопросы касаемо проблесковых маячков. Надеюсь, что теперь на дорогах вам станет спокойнее передвигаться, вы будете уверены в том, что вы ничего не нарушаете, за вами полиция не гонится. В первую очередь не нарушайте, все будет хорошо. Да. Если у вас возникнут еще вопросы, именно касаемо безопасности движения, звоните нам, пишите нам. А с вами был Утренний патруль, его ведущий Денис Трында. Элита Руссо. До скорой встречи. Продолжение следует...